Татановская школа работает в сфере непрерывного агрообразования с 2012 года. Сегодня у нее самый большой опыт в области по профориентации детей в сельскохозяйственной сфере. Именно потому второй день агрофорума проводят здесь. На этих столах гордость школы морковь, баклажаны, лук и помидоры, которые ребята вырастили на грядках самостоятельно. Гости, педагоги из разных регионов страны отправляются на экскурсию по опытным участкам. От разнообразия видов растений, что называется, разбегаются глаза. Тут и цветы, и плодовые деревья, и все виды овощей. За каждым из них закреплен свой ученик. Например, лук выращивает София Чепрасова. Юная огородница учится в шестом классе и уже сейчас много знает об этой сельхозкультуре. Лук сожрали в конце февраля в теплой теплице, в рост теплицы. В апреле высадили в открытый грунт. Например, вот сорт называется Дора, Сима, Олимпов, Олимпос, Феодин, Дора тоже, Байран, Феодин. Внутри школы гостей ждет выставка достижений самых разных учебных учреждений региона, которые работают в серии агрообразования. Тут интересно все, от автоматических систем полива растений, до демонстрации ветеринарами наложения швов на имитаторе кожи. Более пяти фирм коммерческих сельхозтоваропроизводителей, работающие на территории Тамбовского района и Тамбовской области, проявляют непосредственный интерес именно к агрошколам, расположенным в том числе и на территории Татановского сельского совета. И эта школа, базовая школа, является той площадкой взаимодействия и коммуникации между школьным образованием и агробизнесом. Как отмечают организаторы, такой форум агрошкол в Татаново проводят уже во второй раз. Его главная цель – показать работу, которая должна обеспечить профессиональную, социальную и психологическую готовность выпускников к активному труду в аграрном секторе экономики региона. Наши педагоги сегодня представят свои мастер-классы по биотехнологиям, по исследованиям объектов природы. Мы поделимся опытом работы, которая у нас происходит в рамках научно-учебной лаборатории «Агрокуб», которая была создана на средства гранта в 2019 году. Мы расскажем о реализации программ в рамках региональной экостанции, которая также была открыта в нашей школе с 1 сентября 2020 года. Узнать о местных наработках в этот раз захотели не только российские регионы, но и иностранные государства. Онлайн к форуму присоединились агрария из Казахстана, Белоруссии, Италии и даже далекой Мексики. Так что вполне возможно, что в перспективе Тамбовская область станет центром не только отечественного, но и мирового агрообразования. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.